В бюрократической машине все равно. В очередной раз сама убеждаюсь в этом. На портал Госуслуг мне пришло уведомление. В нем были внесены мои паспортные данные и результат ПЦР-теста на коронавирус. Вот только этот тест был выполнен в диагностическом центре Рубцовска и не для меня. К счастью, я получила чужой отрицательный тест. Начав мини-расследование, удалось выяснить. Биологический материал в лабораторию приехал из Егорьевской центральной районной больницы. Это больницы, в которой мне пояснили по телефону. К ним пришла моя тезка и сотрудники выбрали в базе НИТУ Корчагину Ирину Сергеевну. Мы попросили Минздрав прокомментировать ситуацию и объяснить, что делать, если человек получил чужой ПЦР-тест, тем более положительный. На что в ведомстве нам ответили. Это единичные случаи и сказать тут нечего. На самом деле сотрудники медицинской организации, точнее лаборатории в данном случае в базах своих, могут убрать некорректный тест. Ситуации такие возникают. Такие ошибки действительно случаются и для этого специально есть форма для жалобы. То есть убрать ложный тест можно в ручном режиме, отправив жалобу в личном кабинете госуслуг. Информация будет отправлена в Минздрав, а они уже в течение трех дней должны решить проблему. Подчеркнем, этим занимается именно Минздрав, а не госуслуги. Портал только транслирует информацию. В конце хотелось бы добавить, мы живем в пандемии. Врачи и медсестры работают в авральном режиме. Человеческий фактор никто не отменял. Но непонятна позиция Минздрава, что значит единичные случаи. И на госуслугах, и в больнице нам подтвердили, такое случается и нередко. Так неужели у нас необходимо быть журналистом, чтобы решить даже такой мелочный вопрос?